А ведь изначально, на самом деле, Маяк был фактически, это музыкальное вещание, правильно? Как мы с вами выяснили, что я в 60-е годы. И вы такой прям вот музыкальный-музыкальный человек, обалтаете. Ну, подожди. Я и то, и то. И вон чё, и вон чё, как одна наша подруга говорит. Когда мы спросили, что это значит? И вот что, и вот что. Ну, и у Маяка история очень богатая. 50 лет мы отмечаем реально 1 августа, в 64-м году впервые эти позывные раздались. И, в принципе, вот даже в Википедии, наша с тобой любимая, написано, что якобы эту станцию создавали альтернативой западным голосам, поскольку радиовещание на Западе было очень уже такое старое и опытное, и некоторые были такие злые, а некоторые просто о нас специально вещали, да? Чуть ли не даже Сева Новгородцев, но он стал, может быть, чуть позже, да? Да. Из Лондона-то, с BBC своим. Хотя нет, 60-е, вот, наверное, как раз всё это потихонечку начиналось. В общем, создали Маяк, очень хорошие люди придумали это. Конечно, было многое политизировано, но вот этот формат музыкальный, 5 минут новости, остальное музыка, вот это действительно было так, и долгие-долгие годы. А ваш проект — это четырёхчасовой, да, и сколько он длится? Вот... Наши сиденья в эфире? Да, с 11 до... До двух. До двух. То есть, сколько? По три часа. А ты три часа, да? Да, утреннее шоу четыре. Ага. То есть, Лавина и компания, с Вахидовым. Поскольку они просыпаются. Они просыпаются в пять. Они вообще могут не ложиться, но уже за годы привыкли. Да. А вот это ведь очень, наверное, дисциплинирует, да? Вот ежедневно, эфир в одно и то же время. Абсолютно. Да. Как-то изменилось. Вот с апреля месяца, да, это вся история ваша? Да. Ваш образ жизни как-то, Маша, изменился? Да, я стала меньше... Меньше что? Мне меньше пить воды, чай, кофе. Я знаете, что я вам скажу? Есть такие стихи Пригова. Вот «Маяк» открылся 1 августа. Впервые в эфире прозвучала по радиостанции «Маяк» 1 августа 1964 года. И я так представляюсь, фантазирую, что тогда журнал «Крестьянка», там, я не знаю, если он был тогда уже, может быть, ну, какие-то советские журналы. Он уже был тогда. Вышла энциклопедия к вкусной и здоровой пище, советской именно. Перестали расстреливать. Да. Да, опять же, и... Еще не начали. Уже заканчивалась «Оттепель», уже в этом году сняли «Хрущева», и... Это к чему сейчас? В эфир, я сейчас скажу. В эфир приглашали, в эфир приглашали, я думаю, я предполагаю, вот мы приглашаем кого? Илью Глазунова, Петрушевскую. Тогда нет, там немножко не так было. Там, не знаю, дядя Слава Фетисова. А тогда приглашали всяких доярок, комбайнеров, наверняка, спрашивали. Нет, рассказывали об их достижениях. В эфир тогда не приглашали. Для этих целей я выучила стихи, как бы поздравить маяк, пригла. Звучат они так. Давай. По волнам-волнам эфира, потерявший внешний вид, Скотоводница Глафира со страною говорит. Как живет она прекрасно, на работе как горит, Как ей все легко и ясно со страною говорит. Страна вдали все слышит, не видна, как за рекой. И молчит, и тихо дышит. Как огромный зверь какой. Вот, Маша подготовилась, у нее есть заготовка. А Рита, у тебя нету. Я даже списать не могу, у меня юбка такая какая-то совсем... Да, вот здесь-то мы показываем в основном. Здесь ведь у нас главная картина. Нет, я зато знаю... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.